Чтобы сохранить нацию, нам придумали антисемитизм, чтобы она не перебивала. Это страхи антижертвы. Нас убили 200 миллионов за 2000 лет. Поэтому было создано государство Израиль. Потому что евреи-сианисты поняли, что если евреев не гонять и не бить, мы ассимилируем. И ассимиляция для евреев это самое страшное. Самый страшный удар евреям нанес Ленин. Он дал им только ассимиляцию, а Гитлер и Сталин отъебали его путем гонения и убийств. И загнали нас в Идраиль. Самое интересное... 100% Самое интересное, что... Слышишь, Сера? Сера. Продолжи эту тему. Его мама Ленина. Папа был в ламках евреев. Папа была дедушка. Там у него в Калмыцкой. Не-не-не, у него дед был евреев. Официально, это официально. Мама была дочка от евреев. Ассоциация была украинец и углом. Ты понимаешь, что евреи по своей настройке? Если бы нас не били и не гоняли бы, что такое еврей? Еврей бы себе жил где-то в деревне на Украине. У него семья, дети. Его ебалов это родина Израиля, Америка. Чтобы его там не гоняли эти бандеровцы, пиклюровцы. Он бы растил бы детей. Он не мог бы слышать, что это хозяйство. Кузнецом. Дешевь там. Это правильно, Сера говорит. Евреи земледельцы. И ты не боишься. Когда-то имели, блядь, на территории... На территории... Нет, тогда еще, 2000 лет назад. Евреев там гоняли, надо было погонять и убить. А ты знаешь, почему параллели, Давид, стали считать и в каком веке, и в каком году? Стали считать по маме. Ты считал, зачем они? По маме, знаешь? Тысячу лет назад. Зачем тебе больше еще надо? В 11 веке. Тысячу лет назад, потому что нашествие было. И не знали. Отец, коробок, все. И стали по матери считать. Самый страшный удар евреев на него сеть. Это пидорас, что он умный был. Он историк. Он дал евреям. Позвоните, минут через 30. После революции всем дал самоопределение. Вот жули хуне, украинцам, украинские, русские, русские. Евреям он дал только ассимиляцию. Поэтому Адик появился, Гильдер. Давай по другому подойду. За другой стороны подойду. Поэтому Ёська появился, Джухашвили. Джухашвили такой грузин, как я, Патариканец. Неужели евреи? Ну, почитай, когда поймали Эйхмана, что говорит Дикта. Бухарский еврей, Ёська. Охуеть. Это ты открытие сделал, тебе докторское надо. Так ты не понял, в интернете, это же, я бы, нет фонаря тебе сказал. Ну, интернет, блядь, я тебе не понял, ничем. Смотри, лахаешь, как, а? Мне нравится то, что серый говорит, очень умные вещи. А как могло получиться, что во время войны Россия и правил не русский, а немцами правил не немец? Не немец. Австралий. Как это могло быть? Ирония судьбы. Нет. Тайные вечери. А как французский командовал корсюканец? Оно эту мысль продлилит. Корсюканец командовал? Это интересно. Тайный вечер. Тоже был сайлицсан? Да. Наполеон. Наполеон? Он корсюканец был, он не французский. Какая разница, кто был наполеон? Ты же знаешь, почему командовал этот статканец? Да ладно. А когда Россия и русский командовал? Я тебя не отнес. Раз русских царей не было. Тимка, ты не как одесса. Были немцы. Я не говорю за немцев. Я говорю за эту войну. Я одному дал, а вы утром нашли в кустах. Ты знаешь, что Путин первый русский, который стал главой России, что Ельцин, а потом Путин. До этого не было русских царей. Что ты мне сюда ел? Да ладно, уже они не русские. Ельцин не был русским. Я говорю Ельцин и Путин. Они первые русские царей. Россия отъебала весь мир. Ну, Крущев был, блядь, Крущев, крайний. По некоторым данным он был русский. Вы вообще бы серого не перебивали. Нет, но считается, что... У него документы были на серый. Россия отъебала весь мир только одним вариантом. России было похуй, кто был президентом. Так это Сталина отъебал? Нет, Сталин был овца, блядь. А кто? Овца. Россия, русский народ очень мудрый. Они юзанули весь мир. Все нации они отъюзали, блядь. И армянам, и евреям, и грузинам, блядь. Всех нахуй отъюзали. Ради чего? Ради того, что... Бедно живут. Бедно? Самая большая территория в мире. Кому территория нужна, если ничего не делать? Если не жить, там нормально. А нахуй им что-то делать? Они туалет ходят во двор, блядь. Да, где ты видел? Да ну, не... Я что, в России не был что-то? Ну, хорошо. Они газеты вытирают жопу. Да когда это было, все, ну хорошо. В 90-е годы? Да, 90. И портишь запись. Вот этими комментариями... Россию умом не понять. А это кто написал? Это Герцог. Я не знаю, кто написал. Это Герцог написал? Герцог. Ты знаешь, что Россия, русский мужик, самый мудрый в мире. Почему? Потому что за еврея говорят, Жидяра хитрый, армянин хитрый, а русский парень рубаха, хлебосольный. За тебя залезет в вагоне в воду, жизнь отдаст. В воде была ошибка. Немножко не так. Вот этот русский Иван... Русские поднялись так, когда вот жил шок. Илья Муромец, Леша Никитич Попович и Добрыня Никитич. Вот эти три богатыря. А кто здесь сделал? Нет, это в Третьяковской галереи. Говорит, еврей, еврею. Видишь трех богатырей? Средний, Муромец, еврей. Вот и хорошие сети. А соловей разбойник? Соловей разбойник был соловьем, ебаный. Россия мудрая тем. А по сей день русскую душу не могут изучить в мире. Не могут. Не могут населиться. В мире не могут изучить. Ты понимаешь, тут такая вещь. Русский человек, безусловно, однозначно умный человек. Если в общем взять... И мудрый. Подожди. Но оно, как бы... Это как в истории, это разделит нам. Очень какой процент русских умных и одаренных. Вот этот процент, что якобы в деревнях забитые были, они намного были умнее умных других наций. Больше половины были в деревнях. Да, в деревнях вот эти якобы забиты. Население больше половины были в деревнях. Да, и они были очень мудрыми. Мануасов был в деревне, тоже. Ополнение. Больше половины, они в деревнях уже не отпустят. Евреи жили до войны. Ты знаешь, сколько жили в Белоруссии? В деревнях. Евреи, я все отвернули. Ты только в Польше. Портае. Польша. Знаешь, сколько евреев было? Два миллиона он убил. По-самым были портные, с тобой были. Они были кто? Ремесленники. Они были все. Они нужны. Очень многие. Они расстреляли. Они убили газовых камер. За счет чего? За счет того, что их брали фирмы немецкие. Понимаешь? С лагерей для работы. Для них были мастерские. И люди, которые очень мастеровые были, выживали. В том числе маляра, которые строили. Помничка. А знаешь, для чего выживали? Приказ был. Они бы выжили. И готовили для Израиля. Понятно. А где ты на готовил? Так, шикарно получилось. Так, и кирамца был. Готовили люди, которые поставили ее. Что такое гитер? Кусики наслеил, блядь. Его измечали, что суками. И кричал, зихай, блядь. А вы знаете, когда была Веймарская республика в Германии? В 20-х годах. Кто был премьер-министром? Правильно. ЗУС. ЗУС это, блядь, этот, вор в Германии. Это Еврей ЗУС. Это книга, как Нобелевскую премию дали. Еврей ЗУС это книжка была. Кто написал Леон Ферманин? Это Леончик, это испомнил Кейнфагера. Который написал Еврей ЗУС. Я это читал в 14-х годах. Испанское баланс. Миша, евреи, если бы не гоняли и не били. Иудейская война. И сейчас гитер им подавал. Иудейская война. Сереж, Сереж, мы бы ассимилировали. Сереж, с твоим словом. Гитер подавал пальто.